Друзья, всем привет! Вот мы и дождались ответа народного депутата партии «Слуга народа» Александра Дубинского на мои видеосюжеты по Арсену Авакову и о том, как Александр Дубинский голосовал за назначение Авакова в новый состав Кабинета Министров. В одном из последних видео я рассказывал, как в 2016 году Александр Дубинский обвинил Авакова в крышевании обменных пунктов на 10 миллионов долларов в месяц. И Дубинский даже передачу об этом делал в программе «Грошин» 1 плюс 1. А теперь Дубинский забыл об этом и проголосовал за Авакова на назначение в новый кабинет министров. И подписчики все это время часто спрашивают Дубинского, ведь ты же рассказываешь о всех коррупционерах, всех преступников государства. Так сделай сюжет про Авакова, как он грабил государство, про его коррупционные схемы, его крышевание. И, наконец, ответь Ростиславу Шапошникову на его многочисленные сюжеты, кстати, на того, они сотрудничали ли Дубинский с Аваковым. Три дня назад, 6 сентября, Дубинский даже закрепил комментарий под своим же видео на своем канале с таким текстом. «Александр, прокомментируй, пожалуйста, видосы Шапошникова. Неужели он прав? Только по чесноку. Весь наш круг общения восхищался тобой и твоими видосами. Сань, теряешь репутацию. Надеюсь, не проигноришь. Я за тебя топил до последнего». Комментарий набрал 230 лайков. Дубинский тогда ответил. «Не было у меня эфиров по этому поводу США. Это Шапошников. Завтра вечерком сделаю прямой эфир с подписчиками. Поговорим». Ну что, прошла суббота, прошло воскресенье. Наступил понедельник и подписчики спрашивают, ну собственно, где же прямой эфир Александра Дубинского, где он обещал ответить на все вопросы и пообщаться со своими подписчиками. Люди спросили утром в комментариях Александра, так где же ответ на троллинг Шапошникова? А Дубинский отвечает. «А чего я должен на уйню реагировать?» Это отвечает народный депутат Украины. «Он никто!» Дрочит две темы Авакова и Ройтмана. «Я не знаю, как можно эту жвачку жевать так долго», добавляет Дубинский под этим же комментарием. Саш, ну во-первых, я гражданин Украины и по Авакову спрашиваю не только я, а сотни тысяч украинцев, которые возмущены, почему же новое правительство Владимира Зеленского, которое обещало на выборах новые лица, проголосовало за назначение Арсена Авакова на пост министра внутренних дел в новом правительстве. И люди спрашивают тебя, народного депутата, который, собственно, голосовал за это назначение, что, собственно, происходит. Что касается тем, темы, они важные и их нужно ставить снова и снова до тех пор, пока они не решатся по сути, а не так, снял ролик и забыл. Хочу также обратить внимание подписчиков, что сам Дубинский в основном снимает свои видеоролики про Гонтареву, про Филатова, собственно, тех людей, которые бесят, которые являются врагами олигарха Игоря Коломойского. Александр Дубинский снимает видео конкретно по тем людям, которые находятся в конфликте с Игорем Коломойским, но каким-то замечательным образом избегает публичной критики тех людей, которые находятся в дружбе с Игорем Коломойским, в частности, Арсеном Аваковым. Так поясни, Дубинский, ты объективный и независимый политик, журналист, блогер или ты просто содержанка Коломойского, которая просто отрабатывает информационный политический заказ? Забавно, что в момент избирательной кампании в Верховную Раду, когда Дубинский стал отмазывать человека, олигарха Игоря Коломойского, генерала Руслана Хамчака, я сделал ряд видеороликов. Дубинский тогда не на шутку испугался и даже публично предложил мне сделать прямой эфир, чтобы объясниться с подписчиками перед голосованием. То есть на выборах Дубинский считал Шапошникова кем-то и считал нужным отвечать публично на вопросы. То есть Дубинский считает так, он народный депутат, он царь и бог теперь в Украине, а вы граждане Украины, вы никто, вы грязь под ногтями, считает теперь Александр Дубинский. Он просто использовал людей, как мошенник, влился в доверие через видеоблоги, через социальные сети, чтобы его полюбили. А хотя, собственно, за что полюбили? Что конкретно сделал Дубинский полезного в своей жизни для народа? Последние 5, 10, 15, 20 лет. Чем он занимался? Какую пользу обществу он приносил людям? Все его заслуги это то, что он создал блог в начале 2019 года, фактически начал его раскручивать. То есть массовые подписки, просмотры начались именно в процессе избирательной кампании Владимира Зеленского, а последующие Верховные Рады. Это можно посмотреть по статистике его канала Ютуба, когда пошел рост просмотров и подписчиков. И таким образом, буквально за полгода Дубинский внушил людям, что он борец со всеми коррупционерами и таким образом избрался в Верховную Раду. Всего лишь полгода понадобилось Дубинскому, чтобы обмануть тысячи людей. А теперь он использовал, теперь ему плевать. Следующие 5 лет он у власти, он может оскорблять людей и не отвечать на вопросы избирателей. Обратите внимание, как Дубинский матом посылает подписчика на вопросы об Авакове. Повторюсь, это отвечает не блогер, это отвечает народный депутат Украины, который давал клятву служения народу Украины. Он давал клятву. Представьте, чтобы так отвечал американский сенатор гражданам США. Просто представьте на минутку, чтобы такое случилось. После того, как Александр Дубинский 6 сентября пообещал сделать прямой эфир, где ответить на вопросы подписчиков, я публиковал на фейсбуке свежую фотографию, где Дубинский сидит на коллегии у Арсена Авакова в компании Антона Геращенко, Сергея Чеботаря и Алексея Тахтая. Причем с Тахтаем и Чеботарем он сидит вместе рядом. Напомню, что Чеботарь и Тахтай спалились на тех знаменитых записях по краже песка и военных рюкзаков. Несмотря на уголовщину, Аваков поставил Тахтая на должность государственного секретаря МВД. А Чеботарь хоть формально и не чиновник, но все эти годы принимает участие в коллегии МВД. И Александр Дубинский тусуется в их компании. Поймите, что ответ Александра Дубинского в своих видеороликах на мои обвинения и мои разоблачения приведут к тому, что люди с тройной силой обратят внимание на вот эти вот расследования. То, что Александр Дубинский игнорирует материалы против Авакова, тусуется в компании с людьми Авакова, покрывает коррупционеров и воров, которые приближены к Авакову и олигарху Игорю Коломойскому. Поэтому Дубинский боится публично об этом говорить. Поскольку он просто этим убьет и без того уже почти нулевой рейтинг как политика. В предыдущем видео я призывал отправлять Дубинскому на его адрес в Верховной Раде, как народному депутату, вот это заявление, где в 2016 году Дубинский обвинял Авакова в крышевании обменок. Я взял его сообщение с фейсбука и составил заявление депутату Дубинскому, чтобы он отправил все эти свои же материалы по Авакову в ДБР, СБУ, ГПУ, НАБУ. Добивался посадки Авакова. Заявление можно отправить как классической бумажной почтой через Укрпочту, так и подать электронное заявление через сайт Верховной Рады. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией подачи электронных заявлений. Хочу напомнить, что не ответ на ваше заявление народному депутату влечет административную ответственность. Если Дубинский получит тысячу или пять тысяч заявлений от граждан и не ответит хотя бы на одно, на него должен будет быть составлен административный протокол и наложен денежный штраф. Я часто делаю прямые эфиры на своем фейсбуке, иногда на ютубе. Вот 6 сентября я делал прямой эфир, где комментировал Александра Дубинского. И в этот момент, когда я об этом рассказывал, Александр Дубинский зашел на мою трансляцию. То есть, знаете, он реально смотрит, он следит за моей деятельностью. Он зашел, я увидел его, Александр Дубинский никнейм на фейсбуке, аккаунт, который присоединился к трансляции. Когда я увидел это, я решил обратиться к Александру Дубинскому публично через прямой эфир, поскольку он меня смотрит. И вот давайте напоследок этого ролика послушаем, что я сказал. О, Саша, Александр Дубинский на связи. Привет, Саша. Как, расскажи, как Чеботарь, как Тахтай? Значит, смотри, идея, Саш, смотри, просто бомба. Мы сейчас составим заявление по Чеботарю, по Тахтаю, по краже песка. Дело, кстати, оно не закончено, оно еще есть проваджено. Значит, Чеботарь на видео говорит, что Аваков контролирует вопрос продажи песка на видео. Это официально, есть решение суда, что это видео является доказательством уголовного производства. Они легализованы. И он говорит, Чеботарь, что Аваков контролирует продажи песка. По этому делу закрыли Петровского, это помощник Авакова, а на то время глава государственного предприятия МВД спецсервис. И он признан виновным, но не признали виновным Тахтая, точнее, не то, что не признали, даже педозры не вручили эти обвинительные акты, Дело не направил в суд. Тахтаю и Чеботарю, и Авакову. Значит, три персонажа у нас осталось, не получивших уголовный срок. Значит, смотри, я сейчас подготовлю заяву по песку на Чеботаря, на Тахтая и на Авакова. И мы на нашем канале отправим тысячу таких заявлений на твой адрес в приемную. Чтобы ты пошел и зарегистрировал тысячу заявлений в СБУ, ДБР, НАБУ, ГПУ. И как народный депутат проконтролировал, чтобы Чеботарь, Тахтая и Аваков сели на зону. Как тебе такая идея? Хочешь так сделаем? Я думаю, что, в принципе, подписчики поддержат. И избиратели тоже поддержат. Ты выйдешь на округ, отчитаешься, что ты посадил Авакова на зону. И станешь знаменитым на весь мир. Депутат, Александр Дубинский, посадил Авакова на зону с Чеботарем и Тахтаем. Знаешь, тебе дадут медаль. Зелье похлопает по плечу и скажет, блин, ну ты же действительно избрался народный депутат. Народный депутат избрался, который совершил такую, знаете, революцию, да, который посадил Авакова на зону. Я думаю, что мы это в ближайшее время реализуем. Я сяду, попишу. Есть ли там решение судов, все материалы уголовного дела есть. Там доказать вот так вот. Четко видео, он говорит, Аваков контролирует по песку Чеботарь. И признано решением суда, что эти видеозаписи являются легализованными в рамках уголовного производства после операции СБУ по документированию преступной деятельности Чеботаря в здании, в его кабинете в МВД Украины на Богомольце-10. Вот. Потому, так что, Александр, надо будет вместе поработать. Очень плотненько. Я думаю, заявлений будет очень много. Не только по этому вопросу. Будет очень много заявлений, что будет очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому